Добрый день дорогие друзья! Сегодня с вами Марина Пастухова. И вот такой бантик я бы хотела вам сегодня показать, как его делается. Делается он очень легко и быстренько. Это у меня просьба моих подписчиков на ВКонтакте. Спасибо вам, девочки, что вы интересуетесь. И также хочу продолжить тему, как вы к этому относитесь. То есть, показывать эти бантики, то есть, разные вариации. Вот, смотрите, у меня есть такие, только с якорьками. Вот такие с якорьками я сделала. И вот такие вот яркие. Как вам такая идея, показывать эти бантики только в разных расцветочках. Ну что, приступим. Нам понадобится вот такая вот репсовая лента. Длина ее 18 см. Это 18 см для 2,5 см. Если лента 2,2 мм, то надо 17 см. Также понадобится такой же длины и однотонную, или какой-то другого цвета. Клеевой пистолетик, линейка, ножницы и резиночка. Можно зажимчик, конечно. Также нам понадобится еще лента вниз. Вот такая вот. Прошлый бантик, мастер-класс. Мы делали самый быстрый бантик. Вот такой я вам покажу. Я также оставлю ссылочку. Перейдете, посмотрите, как он делается. Очень красивые бантики с него получаются. Много моделей вам показывала. А также, чтобы не занимать время, будем делать. Он уже у меня готовый. Также нам понадобится вот такая вот лента репсовая 9 мм. Ниточка с иголочкой. Приступим. Сначала мы берем и намечаем серединочку. Вот так. Заминаем. Естественно, если репс мягкий, с ним работать намного легче, чем более плотным репсом. Я вам покажу. У меня есть модельки, там был более плотный репс. И с ним работать немного тяжелее. Не скажу, что там много, но тем не менее. Вот у нас мы намерили серединку, а также намерили четвертинки. Они так выделяются, их больше и не надо. Теперь мы его вот так загибаем. Получается острый лепесток. Да, его еще называют острый лепесток, наверное. Ну, бантик. Я как-то видела в какой-то группе его делали. Но мастер-классов я таких не видела. Я вам также покажу, почему он прекрасный, этот бантик. Потому что он очень хорошо носится под шапки. Вот мы прошиваем. Получается один и второй. Американский бантик считаю шикарной вещью. Особенно, когда она делается правильно американской петлей. То считаю, что да, это очень красивый бантик. Но у него есть такая способность. Ну, его невозможно надеть под шапку. Потому что он потеряет всю свою форму. А этот бантик можно отлично носить. Даже, девочки, я вам могу сказать, я испачкала этот бантик. И мне пришлось его стирать. Постирала я его наручную стирке, стиральной машине. Он не деформировался и в отличном состоянии. Так, делаем точно такой же второй лепесточек. Он очень легко делается. Вот, просто остриечек в серединке. Здесь у нас намечена четвертинка. Так же самозагибаем. Он даже сам, как бы, образуется такой остренький. Из-за того загиба, которое мы делали. Так же прошиваем. Можно это сделать, каждый отдельно прошить. Потом между собой. Ну, как бы, время, думаю, не надо терять. На узелки всякие. Делается этот бантик очень легко. Я сразу говорю, я вот атласный делала буквально за время рекламной паузы. Я делала две пары. Ну, если не отвлекаться, конечно. Они делаются очень быстро и нарядно. Ну, конечно, если бантик, если, например, лента там с Микки Маусами, ну, думаю, не стоит такую ленту. Потому что лица, как бы, с самого Микки Мауса там не увидишь. А вот такие вот с орнаментами, с всякими там горошками, как я вам покажу, кстати, с горошками. Школьную такую интерпретацию этого бантика. А также в конце обязательно я вам покажу самая-самая моя, как бы, ходовая моделька, которую у меня очень часто заказывают. Также подписывайтесь на мой канал с удовольствием. Будем общаться ВКонтакте, девочки. Я оставлю ссылочку, как меня там можно найти, чтобы не искать меня долго. Жду ваши пальчики. И также, также я хочу оценочку. Огромное спасибо тех, кто их ставит. Я очень вам признательна по пятибалльной системе, как вы оценили этот бантик и как он вообще понравился. А может кто-то скажет, какой именно бантик вам понравился из всех тех, которых я на сегодняшнее предложила. Теперь мы делаем обыкновенный бантик. Я его еще называю прищепочкой. Их просто соединяют. Так. Угу. Сшиваю между собой. Такую можно. У меня есть, кстати, такой. Очень хорошо под этот материал подходит, ну, под этот бантик подходит все. И органза, и парча. Я вам покажу сейчас парчевой красивый вариант есть. И репс, и атлас. Ну, атлас, конечно, не такой практичный, как репс. Но зато он своеобразно красивый, как вот бантики с якорючками я вам показывала. Он очень нарядно смотрится. Его можно одеть в школу. Его одеть можно просто так, ну, на каждый день или нарядно. Так. Прошиваем. Также говорила подписывайтесь, делитесь моим видео. Очень приятно, когда смотрят, заходишь в какую-нибудь группу или у кого-то мое видео. Заходите. Так. Теперь просто мы их... Вот так. Я, конечно, прошу прощения. Не могу я часто очень снимать мастер-классы. Сейчас весна, очень много заказов. Я большинство, как говорится, зарабатываю именно продажами канзаша непосредственно. Так вот. И не получается. У меня чаще, там, раз в две недели, ну, там, пять дней, ну, это потолок, сделать какой-то мастер-класс. Ну, я буду стараться. Так. Вот такие вот у нас основы. Вот такой вот у нас самый быстрый бантик. Вот как я вам, вот это мы делали на вот такой вот основке. 8 сантиметров, кстати. Так. Теперь начинаем его собирать. Собирается он просто. Берем серединку, приклеиваем. Вот так вот. Угу. И сверху. А школьные бантики вообще классные. Как бы, многие родители одевают бантики еще дома. Дети еще, особенно первоклассники, второклассники не умеют сами нормально их завязывать. И их можно одеть дома, они будут очень хорошо держаться. Сейчас я вам покажу смысл этого бантика. Сейчас. Кстати, покажу пока школьный. Вот школьный вариант я сделала. Теперь смотрите. Он мнется, он одевается под шапочку, он стирается, он не теряет своей формы. Просто изумительный. Это, я не знаю, альтернатива американскому бантику. Такие есть. Вот у меня школьный вариант. Вот видите, с сердечками. Очень красиво. Оно переливается. Шикарно. Также вот с парчой. Здесь такой рисунок розы. Он серенького цвета. И парчу я сделала на зажимчике. Смотрится очень нарядненько. Также у меня есть и цветные, и, конечно, бантики. Сейчас я вам все покажу. Теперь мы приклеиваем резиночку. Я взяла обыкновенную резиночку. Очень хорошую. Можно сейчас не луновых очень много. Они особо сейчас недорогие. Это раньше они были как-то так подороже. Сейчас они стали дешевле. И примеряем к нему репсовую ленту. Репсовую ленту мы приклеиваем. Надо опаять будет краешек. Где-то я... Ага. Зажигалочку свою я. Потеряла не так. У меня таких много. Для мой взгляд, вот эти вот самые долговечные из всех зажигалочек, которых я когда-то приобретала. Сантиметров 7-8 потребуется на такой бантик. 0,9. Примерили. Отрезали. Я всегда примеряю на самом бантике. И потом уже отрезать. Я, как бы, ранее не готовлю. Как видите, бантик получился очень быстро. Я делала с Вами практически уже... Самый быстрый бантик должен делаться в течение двух минут, наверное. А то, если и постараться, можно и быстрее. Так. 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 А теперь поправляем. Атласные бантики. Они немножко топоры щат. Из-за этого я, когда собираю их, вот тут вот, когда они не ровны, лепесточки, я его проклеила. Ну, с репсом это давно-таки легче делается. Вот видите, здесь, например, не получился нормальный такой идеальный острый лепесточек, да. И мы его вот так вот вылаживаем. И проклеиваем. Внутри аккуратненько. Вот. Зеваем. Так. Также они бывают еще так, как бы, ну, приподнимаются. Также я Вам показала. На атласные бантики я все так краешки приклеиваю, потому что они не очень так хорошо держатся. Ну, все, бантик готов. Как Вам моя такая идея? И также я показываю яркие бантики. Смотрите, какие у меня бантики получились. Это под наш флаг. Красивый получился, яркий. На резиночке. Также с нашими цветами маками. Хотя я не считаю, что это наши цветы. Это наши все славянские. Также я делала на день цветового Валентина вот такой импатриотации сердечки. А теперь, конечно, это хит. Эти бантики продаются сразу, как только появляются у меня в наличии. Вот такой красивенный с леопардовым принтом. Помните, я Вам как-то показывала ленту? Она двухсторонняя. Вот видите? Бантики шикарные. Я Вам всем советую сделать такой бантик. Или похожий тигровый с красным и с черным. Также в этом году очень модно становится, это мой заказик, мятные или светло-малиновые ленты. Вот такие вот у меня получились мятные бантики. Просто шикарные. Спасибо Вам. До свидания. Наши белочки-умелочки. Жду комментария с нетерпением. Ваша Марина Пастухова. Пока-пока.